Карельский капитал Уже с первой программы предлагаю ввести своего рода традицию Начинать с обзора главных экономических новостей Дайджест Карельского капитала Лесопользователи пополнили Карельскую казну на 152 миллиона рублей Таким образом лесные платежи в республиканский бюджет выросли на 16% Всего в нынешнем году республиканские власти планируют получить от лесопользователей почти 248 миллионов За период с января по июль план поступлений лесных платежей выполнен на 62% Карельским моногородам дадут еще один шанс Правительство России утвердило план мероприятий по поддержке моногородов Предполагается, что в этом году на финансирование выделят 3 миллиарда рублей А в последующих еще 32 миллиарда Деньги пойдут на создание инфраструктуры для запуска новых инвестиционных проектов Напомним, в конце июля правительство России утвердило список моногородов, куда вошли и города Карелии На Двоице, Пудаш, Муйзерка, Питкиранта, Кондабага и Суаярви В Муйзерском районе Карелии планируется строительство «Малой ГЭС» В настоящее время компания «Нордгидры» изучает перспективы размещения в поселке Ребалы малой гидроэлектростанции Будущая «Малая ГЭС» может вырабатывать в два раза больше электроэнергии, чем оцениваются нужды поселка Поэтому свободную электроэнергию можно будет продавать другим потребителям Использовать для уличного освещения и обогрева зданий Карельские бизнесмены представят свою продукцию на выставке в Петрозаводске 11 сентября в СКК-центре откроется выставка «Форум возможностей малого бизнеса Карелии» От картины до квартиры В течение трех дней посетители смогут увидеть образцы продукции местных производителей И приобрести понравившиеся товары Тема нашей первой программы – запрет на импорт продовольственных товаров в Россию Об этом уже говорят давно и достаточно много Мы же сегодня поговорим о том, как эта ситуация может отразиться на нашей республике И в первую очередь на ее жителях У нас в гостях член общественного совета Министерства природных ресурсов Лев Шустав Лев Юрьевич, здравствуйте Здравствуйте Лев Юрьевич, ну прежде чем мы приступим с вами к обсуждению Я бы хотела пригласить к разговору и наших телезрителей У нас сегодня интерактив Мы приглашаем вас звонить в нашу студию И сегодня мы спрашиваем вас, а какую продукцию предпочитаете вы Импортную или отечественную Звоните, голосуйте Я напоминаю, что все звонки, включая звонки с мобильных телефонов, совершенно бесплатные Итоги подведем в конце нашей программы Лев Юрьевич, ну теперь к вам Мой первый вопрос Вот мне бы хотелось узнать ваше мнение Понятно, что жить в мире и согласии, конечно, лучше Любые санкции и ограничения, это, конечно, не так хорошо Но, тем не менее, факт остается фактом Мы имеем эту ситуацию сегодня Как вы считаете, хоть какой-то положительный момент в этом есть? Ну, вы правы, Марина В любом случае, любые санкции, это нехорошо для двух сторон Для тех, кто вводит, и для тех, против кого вводят Я понимаю, что это ответные санкции Я думаю, что они были просчитаны по продовольствию Потому что, в принципе, рынок России объемный Желающих поставить на него продукцию много Но самое, вот так будем, отрицательное Это старые отработанные схемы Во-первых, в самой республике, как бы, это, ну, меньше всего влияет Почему? Потому что, сами видите, сетевые компании Они по всей России И им что Краснодар, что Петрозаводск, в принципе, работают все равно Поэтому влияние, оказываемое вот от санкций Оно везде по России одинаковое Я думаю, что, если положительное что-то будет Это, во-первых, изменение работы сетевых компаний Ритейлеров, которые закупают продукцию Но вы же знаете, что в целом по России всегда было две беды Не посадить, а собрать урожай и сохранить И вот ритейлерам, которые легко работали, допустим, на польском рынке Ну, любой вот из этих рынков взять Они просто давали заявку, спокойно получали продукцию И по сетям распределяли То сегодня, в той же замещении в России Им надо поискать совхозы, фермеры Представляете, это непростая работа Тем более, они привыкли работать очень просто И сегодня, и в России всегда же Если яблоки и собирали, то, ну, начиная, наверное, с южного Подмосковья И до южных гранит Яблоки хорошо собирали, там и свиньям кормили А самое плохое, что под яблони оставляли И это так и было, оно и сейчас так и есть на самом деле Вот как решить этот вопрос по фруктам, овощам, которые надо собрать и сохранить А по сохранить, это самая, я считаю, проблема Потому что нужны то, что мы раньше называли оптовые склады Теперь, вот Москва возрождает, да, там сразу видно, что большие Сегодня у нас сетевая сеть, то есть сетевая торговля Она же выполняет роль вот этих ритейлеров И у себя хранит продукцию И вот отработка этой, второй вопрос, это фермеры Ну и сельхозпроизводители Вот они-то, я думаю, отдадут довольно быстро А вот когда вся схема заработает так, как она работала С гарантированным поставщиком С гарантированной ценой, может быть, каким-то колебанием Ну и скажется в обязательном порядке Хотя вот на данный период, я думаю, что мы не увидим Ни повышения цен на овощи, фрукты Они будут примерно одинаковые Может быть, что-то не будет, но это вряд ли Я думаю, что будут все фрукты, все овощи, они будут И пока это не скажется на ценах Вот на этот период, оно возможно На мясную, молочную продукцию уже сегодня могут Сказать эти цены повышения Но вот на плодо-овощную Это, скорее всего, что произойдет где-нибудь Ноябрь-декабрь Вот в тот период Но не будем забывать, да, что есть сезонное некое повышение Плюс инфляция То есть то, что есть каждый год Совершенно верно Так скажем, да Вы знаете, у нас есть такая рубрика Потребительская корзина Мы промониторили ситуацию Обошли, правда, наши сетевые магазины Посмотрели, что, сколько сегодня стоит Давайте вот эту рубрику Хозяйкам на заметку посмотрим Что почем сегодня в Петрозаводске Стоимость минимального набора продуктов питания В расчете на одного человека в месяц По республике Карелия В августе составила 3436 рублей 60 копеек И по сравнению с предыдущим месяцем Снизилась на 6,2 процента Средняя стоимость литра молока Жирностью 2,5 процента Сегодня составляет 44 рубля 40 копеек Десяток отборных яиц 44 рубля 90 копеек Килограмм окорока свиного Бескостного в среднем обойдется в 240 рублей Масло подсолнечное, злато, рафинированное Цена за литр 83 рубля 90 копеек Килограмм свежего картофеля В среднем обойдется в 13 рублей Цена указана из расчета средней стоимости товара В сетевых магазинах Петрозаводска Ну вот, Лев Юрьевич, вот эта вот продуктовая корзина Правда, мы прошли по сетевым магазинам Посмотрели среднюю стоимость Но смотрите, какой удивительный момент мы выявили Вот буквально в начале этой недели Пришла информация, что несколько подорожало Мясо куры и молоко Но, что удивительно, мы позвонили в Минэкономразвитие Нам действительно подтвердили эту информацию Но сказали, что подорожала продукция только привозная То есть та, которая из соседних регионов Местный же товаропроизводитель не поднимал стоимость Вот как это можно объяснить? В этой ситуации, я еще раз повторяю Вряд ли торговые сети очень реагируют на Потому что, посмотрите, цена образования Это не от производителя непосредственно То есть, ну, сельхозпродукция, молоко, да Вот Оланец продает с обхозы молоко, допустим, своему Оланецкому молококомбинату или сламу Дальше вот они продают за одну цену Больше того, их датируют, там по 4 рубля на литр дают Добавку, это государственная субвенция Мы, может, потом вернемся Субсидии вернее на производство молока А дальше цена образования идет так Слава перерабатывает И оно свою цену уже после того, как он закупил У тех, кто производит молоко И сламу поставляет в торговлю И торговлю уже окончательную цену устанавливает Вот на каком этапе это повышение проходит Это, как бы, трудно сегодня оценить Кто, но, в принципе, тот, кто смотрит за ценообразованием У нас сегодня это антимонопольный комитет Но вот как он был создан, помните, закон о госзакупках И тогда же был создан антимонопольный Он сегодня работает практически только контролем на госзакупках Центральный аппарат работает там на цену на нефть, на бензин А вот выйти в розницу, выйти продуктовые Во-первых, я думаю, что и специалистов там многих нет То есть по количеству и по качеству Потому что не на то был настроен антимонопольный И сегодня очень трудно определить, на каком этапе кто производит Посмотрите, потому что цена продуктов в это все И цена на электроэнергию и все прочее А у нас, вот не вызовет ли это тогда определенного дефицита некоторых товаров? Не исчезнут ли из полок определенные продукты? Совершенно верно, это две вот торговые вещи И даже вот посмотрите, кто ездит по Карелии на машине Любая деревня стоит, продает ягоды Хорошие, вкусные лесные ягоды И если три года назад только ведрами продавали Два года, год назад трехлитровые банки Сегодня продают полулитровыми банками Почему? Потому что не покупают, потому что у них цена выросла Да, и просто средств нет Поэтому и так вся торговля Конечно, есть две вещи в подходе, вот в конечном итоге Это любой продукции касается Во-первых, это объемом взять и низкой ценой Или объем уменьшить и высокой ценой Вот это два подхода Это маркетологи той торговой сети, которая есть Должны решить, чтобы народ это покупал И просто не отказался от этого вида продукции Или ценой То есть уменьшить цену, зато объем возрастет И получишь тот же результат Поэтому по каждому виду продукции Я думаю, что вот эти специалисты уже есть Они готовы нас, нам вернее Ну так будем говорить Продать любой товар и тебя купить Не важно, упаковкой, рекламой, чем угодно Они работают там специалисты Мы, вот как граждане, как потребители Только вот каждый свой опыт имеет Вот мне это больше понравилось А вот здесь дешевле и тоже свежее То есть это вот, я думаю, что определят Чьи продукты лучше и вкуснее Вы знаете, с вопросом о том, стоит ли бояться дефицита Мы обратились и к министру сельского хозяйства Карелии Григорию Мануйлову Давайте посмотрим, что он ответил 7 августа Россия вела полный запрет сроком на год На поставки продуктов из стран Евросоюза Америки, Канады, Австралии и Норвегии Однако повода для паники нет Уверяет министр сельского хозяйства Карелии Григорий Мануйлов Основная линейка продуктов, к которой привыкли покупатели На прилавках останется Правда, одни продукты заменят другими В первую очередь исчезнуть могут продукты премиум класса Санкции ударят по гурманам Основные сорта сыра, они производятся в этих странах, которые ввели санкции То есть сыр сегодня валю Сыр или германский, значит, из Германии и так далее А вот за прилавки с йогуртами, по мнению министра, опасаться не стоит Йогурты там и прочее, они же производятся здесь И если мы посмотрим там йогурт Данон Это производит Данон, он один из крупнейших переработчиков молока в Российской Федерации Это производится все на территории Российской Федерации Молоко – продукт, с которым проблем быть уж точно не должно Официально Карелия снабжает себя молоком на 40% При этом часть продукции уходит в другие города Также республика готова снабжать себя рыбой Дефицит, по оценке министра, может коснуться любителей изысканных блюд Если может дефицит случиться, в первую очередь это по продажам элитных сортов сыра Может экзотических фруктов Ну и, ну так, сегодня непредсказуемо, я за торговлю не могу сказать Но, по крайней мере, вся основная линейка продуктов, которая есть, она на полке будет Ну вот в министерстве уверены, что по большому счету ничего страшного не произойдет Лев Юрьевич, ну вот как вы считаете, у Карелии есть потенциал? Прокормим мы себя, если говорить о местном производителе? Ну я сказал, что тот процент, который существует на рынке сегодня Карелии И больше ждать я не думаю, что как-то резко можно увеличить Этот процент так и будет, как на сегодня Но поскольку, повторяю, сети сегодня, они федеральные Они не дадут какому-то дефициту быть в Карелии Они, может быть, с удовольствием какой-то карельский продукт возьмут Наоборот, по сетям в стране, потому что тоже есть проблемы И существует Наш карельский мясокомбинат, я считаю, полностью отвечает И сети давно должны закупать А если мы приходим в некоторые сетевые в Петрозаводске И продукции КНК нет, это же плохо А вот что делать, когда не пускает сетевик на свои прилавки местного производителя И вместо нашего молока и хлеба там ставят хлеб с Питера, молоко с Волгой Только антимонопольный комитет или в любом случае увещевание Уговорить, что это хороший продукт, давайте А поскольку они закупают, допустим, на больших трех-двух мясокомбинатах Где-то в центре России То они там закупают все И им это выгоднее, понимаете? Потому что, с одной стороны, они берут за меньшую цену, зато все Вот, допустим, у какого-то мясокомбината И они не согласны выдергивать какую-то часть Допустим, в семья там не найдешь молока, слава Да Но зато там все остальные там есть Поэтому я не думаю, что кто-то будет это регулировать Вот просто надо с точки зрения, как С одной стороны, качеством продукции И количеством, которое можно поставить И договориться на тех условиях, на каких они берут это Чтобы им тоже было выгодно, по крайней мере, не в убыток Но эта проблема существует И я думаю, что в конечном итоге отрегулируется Просто сейчас все это обостряется Обостряется в связи вот с сменой поставщиков Тоже, понимаете, продукции из Европы или из Южной Америки И довезти надо еще оттуда Давайте вернемся к карельскому производителю Вот на ваш взгляд, что сегодня мы можем предложить И что вот должно быть востребовано? Ну, я, если вот из продуктов питания И я не покрулю душой Это точно вся продукция КМК Любая Начиная с сосиски, кончая там Твердого копчения колбасы Окрака и так далее И то, что делает, продает деликат Ну, это куриное производство, то есть бройлеры Я считаю, что тоже качество И, во-первых, свежее, во-вторых, свое И я, например, в семье никто и другого и не желаю По молоку могу просто тоже сказать Что мы в любом случае предпочитаем Это наши В принципе, продукция у всех одинаковая У Ланецкого, у Слава, у Медвежегорского Все, кто есть на рынке сегодня Продукция качественная Мы знаем, что наша И поэтому вот Остальное Рыба, вот как считаете, наша? Мы рыбу берем только нашу И с точки зрения даже вот Ну, не знаю, это мое личное мнение Есть семга, есть наша форель Я беру форель Я просто знаю, что она свежей И тот засол, который меня устраивает Его в семге нет Хотя семга, это тоже, я повторяю Это для нас Мурмак начал производить У нас есть Белое море Если захотят заниматься семгой А форель устраивает Икра устраивает форель Ну, как деликатесы Просто рыба, да пожалуйста Сегодня на прилавке есть и карельская И не карельская Тем более скоро сезон ряпушки Я больше всего люблю ряпушку Ясно, что и сик Это нисколько не хуже любой красной рыбы Поэтому вот тут я думаю плюс То, что наше То, что мы вырастили сами Вот если говорить о сельхозпродукции Вот мы сейчас говорим, что необходимо Увеличить объемы производства Чтобы избежать там дефицита товара А объясните мне чисто технически Как это можно сделать, когда Ну, все, что уже на этот год нужно Уже выращено, выкормлено Как мы перезимуем? Чисто технически Как это происходит? Да нет, и не будем мы ожидать То есть Если вот Карельское Говорите там о повышении какой-то У нас если сегодня есть То это развитие фермерского хозяйства Но просто так Вот захотел я фермер И я пошел Неправда У нас целые районы сегодня Где было развито сельское хозяйство Сегодня нет вообще никого Пудырский район, да В основном Северное Приладожье Практически куда-то ушло Хотя это были главные Сельхозпроизводители И если мы говорим о фермерстве То не надо вот так Хочешь быть фермером На тебе корову Да неправда это Потому что соседняя Финляндия Показывает Там да Фермерское хозяйство Но они все в кооперативах Вот пока мы не создадим сеть Допустим сбора продукции Молока То есть это отдельный Какой-то кооператив Ну допустим На базе какого-то молокозавода Он собирает эту продукцию Перерабатывает И фермер Не болит голова А тот фермер Который Там десяток коров У него Он приезжает на своей машине На дачах Купите у меня молоко Там или творог Или что-то Вот конечно он умрет Это точно Потому что нужны сети Не знаю Техники И не надо каждому фермеру По трактору Ну что он Попахал И потом может убрал И он стоит целый год У него без дела Это должно быть в кооперации Ну еще раз говорю Соседи Другого даже искать Ничего не надо Какая-то инвестиционная поддержка Как на ваш взгляд Должна быть инвестиционная А вот должны сначала Вот эту программу Как бы посмотреть Где можно делать И что Рекомендовать Фермерам Вот ты живешь Такой-то Не знаю В Авдеево Значит Здесь мы картофель будем Вот тут Испокон веков Росло Рос Хороший Вот уж по каждым районам Все понятно Вот здесь луга Там кто-то Мы должны программы Развития фермерского хозяйства И только тогда Когда допустим Программу эти все Одобрили Депутаты Население Что да И трудоустройство будет И продукция будет Вот тогда говорить О субсидиях Они и сегодня есть Они кстати есть А какие вот есть формы Господдержки Сегодня местным производителям Ну допустим Всего Господдержки Это где-то 400 Больше 410 миллионов рублей Вот поддержка Сельского хозяйства Из них 256 Это Наш республиканский бюджет И 156 Это Федеральный бюджет Поддержек Вот по многим направлениям Существует Ну первых Я уже говорил Про молоко Там Высший первый сорт Где-то 4 рубля 20 На литр Из бюджета Идет Сельскому хозяйству Это существенная помощь Я думаю что да Но по крайней мере Он дает Быть Хотя бы на ноле Рентабельности Сельхозпроизводителю Он Мало влияет На цену Вот на саму Он Опосредованно Где-то там далеко Во-вторых Поддерживаются Фермерские хозяйства И частные Подворья Там на поголовье Скота дается Значит Пусть они незначительные Но я еще раз говорю Это поддержка Для них Очень важна Значит Очень много Поддержки По Банковским процентам Это у нас Извероводство Это у нас И рыба идет То есть это Погашение Банковского процента Там где-то Три четверти То есть остается И две трети Одна треть Это гораздо легче По кредитам работать Тем более что Это сельхозбанк Он нацелен на это И ему проценты гасит То есть это тоже Такая поддержка Есть на мясо Бролера У нас тоже Поддержка Есть на разные Поставка семян Тех же Потому что Своих семян Особенно по овощам И по кормовым культурам Дается субвенция Из России То есть мы тоже Льготы получаем По закупке этих семян Ну я думаю Ну я думаю что В принципе Вполне достаточно Поддержки Они еще раз повторяю Опосредованно Влияют на цены Но для того Чтобы сохранить То что сегодня есть Ну да мало Наверное Но все таки Они есть Но хочется Хочется это больше Я понимаю Всех Ну вот чтобы понять Какие настроения Сейчас царят У наших местных Производителей Мы Объехали Несколько предприятий Давайте посмотрим Как там Смотрят в будущее Утром на заводе Славма дегустация Ежедневно Специалисты предприятия Снимают пробы С молока Кефира Творога Претензий к качеству Нет Обсуждают рабочие вопросы Никакого волнения По поводу Годичного запрета На ввоз в Россию Импортной сельхозпродукции Молочной в том числе Беспокоиться особо Не о чем Производство Не остановится Цена у нас Все покупаем Мы Наших сельхозпроизводителей В районе В радиусе 100 километров Ну даже Немножко больше Голландца То есть Все свое Кадельское Если от употребления Дорогих сыров Или оливок Отказаться можно То вот молоко Организму необходимо А потому Экономические меры В сторону запада Здесь считают Дополнительными преимуществами Готовиться к тому Что работать Придется больше Но это даже хорошо На сегодня Большие субсидии Федеральные И республиканские На литр молока Поэтому Сегодня молоко Выгодно Дефицит Анаславма не предсказывают В сетевых магазинах Только 10% Молочной продукции Это импорт Все остальное Отечественное Не пугают Экономические изменения Работников Другого предприятия Белоусов Групп Повлиять на нас Никаким образом Это не может Потому что У нас выстроена Вертикаль От зернышка Как говорим До прилавка То есть Мы сами Сеем Заготавливаем Корма Перевозим Продукцию Свою Перерабатываем Мы встречались С министром Сельского хозяйства Мануиловым Григорием Николаевичем Сегодня была у нас встреча Он подтвердил Что будут Выделяться Субсидии На развитие Сельского хозяйства На строительство Новых комплексов Проблема В нехватке Рабочих рук В сельских Хозяйствах Республики Дефицит Специалистов И если Объем работы Вырастет Проблему Нужно решать Срочно Иначе Не избежать Продуктового Дефицита Ну вот Лев Юрьевич Достаточно С оптимизмом Да здесь смотрят Будущие производители Но дефицита Не будет Это я гарантирую Ждать не надо То есть Не важно Открылить Дефицита Не будет Просто будем Домик в деревне Пить А не славма Вот и все То есть если Говорить Но здесь-то как раз Славма говорит Что все в порядке Будет И не домик в деревне А именно славма Будем пить В конце корреспондент Заключение Сделал В конце корреспондент Сказал очень важную вещь Вот я позволю себе Напомнить о том Что дефицит Может быть Рабочих рук Когда будет увеличены Объемы производства Вот мне кажется Такая поразительная вещь Мы говорим Вся безработица А здесь пожалуйста На селе требуется Специалисты Чтобы у нас сегодня Увеличить объемы Нужен Еще раз повторяю В данном случае Я не думаю Что это государство Какой-то частный инвестор Ну то есть Вот мы знаем КМК наш Да Они же построили В Березовке На 10 тысяч тонн свинины Вот если кто-то еще придет Подобный Разовьет Ну не знаю Еще одну птицефабрику Еще один такой большой свинокомплекс Возможно По крупному рогатому скоту Но это на сегодня Еще раз повторяю Государства просто нет Этих средств Дефицит бюджета И говорить о том Что мы там что-то Можем сделать По увеличению продукции Очень немного Поэтому Действительно Привлекать инвесторов надо Лев Юрьевич Спасибо вам большое Что пришли В завершение нашей программы Давайте мы вернемся К нашему интерактивному опросу Спасибо во-первых всем Кто звонил нам В прямой эфир Голосовал Но наверное будет справедливым Если и вы ответите Сейчас на вопрос Который мы задаем телезрителям А какую продукцию Вы предпочитаете Импортную или отечественную Вот могу честно сказать Никогда не задавался Такое Что это такое Что Мне все равно честно говоря Но Я как Просто По своему употреблению Я уже сказал Я предпочитаю продукцию КМК Я знаю Что карельский мясокомбинат Она свежая Из собственного мяса Не мороженого Изготовленной Этой продукции Поэтому Это однозначно И это бройлеры Цыплята И это вся мясная продукция Вот просто знаю То же самое могу сказать О молоке То что мы потребляем И молочная продукция И различные Творки И все прочее Это наши Слава Оланец Медвежегорск И просто знаю Что это качественно И свежее Вы про рыбу еще говорили И про рыбу естественно Рыба Которая здесь у нас Это Это я предпочитаю Сыры Я небольшой любитель И тем более Не гурман В этом плане Меня устраивает Российский сыр Вполне И нисколько Он не лучше И не хуже Там даже лучше Иногда Потому что разные заводы Даже российский сыр Делают по-разному Не лучше С вали Не хуже Даже Поэтому Вот в этом плане Я еще раз повторяю Я знаю Что это свежее Что это качественно И больше того Я могу прийти К заводу И сказать Вы чем тут Меня накормили Соглашусь с вами По поводу продуктов Всегда Мне кажется Гораздо приятнее Купить горячую булку И свежее молоко Совершенно верно Спасибо, что пришли к нам Это был первый выпуск программы Карельский капитал Спасибо, что были сегодня с нами В наших следующих программах Еще много интересного Знать свою экономику Это важно И полезно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова